В Холодногорской исправительной колонии сроки отбывают за тяжкие преступления. О душе многие заключенные впервые задумываются только попав сюда, говорят в руководстве. Есть такие, понимаете, есть жуткие преступления, которые, наверное, тяготят людей. У нас был здесь осужденный, который убил своих двоих детей. Я думаю, что только к Богу можно, наверное, обратиться после такого преступления. Православный храм в колонии существует около 10 лет, а вот мечети не было в украинских колониях. Это вообще редкость. Сегодня здесь открыли первую в регионе молитвенную комнату для заключенных мусульман. Вышла там с ними такая вот ситуация жизненная. По какой-то причине есть они вот здесь, в этой колонии. Но это же не значит, что Бог не примет их к ней пока. Это не значит, что они не будут прощены. Главное последствия выхода отсюда, последствия, скажем так, их нахождения в этом месте, будет ли оно положительным или отрицательным. В колонии отбывают сроки 4 десятка мусульман. Выходцы из Азербайджана, Дагестана, Узбекистана. Асим Ахмедов здесь уже 9 лет. Рассказывает, драки убил человека. Раскаивается. На воле всегда посещал мечеть. В колонии даже молиться до сих пор не удавалось. Я не молился, но я придерживался молитвам, которые я знаю и читаю. Ну и вспоминаю, как говорится, Бога. Семья верующая у нас. Мать верит. Руководство колонии выделило комнату. Ремонт сделали сами заключенные. По правилам, говорят верующие, молиться мусульманам положено 5 раз в день. Но в колонии свой режим молитва раз в неделю. Екатерина Морозова и Борис Буцевич. Медиагруппа «Объектив».